Приветствую вас, дорогие мои весы! С вами опять я, Татьяна Шиманова. Сегодня у нас прогноз на март месяц 2024 года. Пробежимся по основным сферам вашей жизни. Заглянем в уголок конфеток и в уголок предупреждений насчёт занозов. Ну и, конечно, на пассажок обязательно спросим совета у второго. Итак, приступим. Главные события этого месяца. Начнём с фона месяца. То есть, как вы будете ощущать события, которые будут происходить с вами или вокруг вас. Как у вас будет от них самочувствие или что-то вам подсказывать будут эти события, на что-то намекать. Ну, а самое главное, конечно, эмоциональная составляющая. Итак, десятка жезлов. Ну что ж, ощущения, конечно, будут несколько напряжённые. То есть, вы будете чувствовать, что надо поработать, надо напрячься, надо взять на себя какую-то ответственность, непростую ответственность. Надо выполнить какие-то обязательства, может быть, личные ваши или, может быть, ваши близкие. Ну вот, какое-то вот такое будет ощущение. Вот. Ну, для кого-то, возможно, это будут ощущения, что нужно потерпеть. Нужно дойти до цели, до точки. Окончательно решить какой-то вопрос. Ну что ж, заявка, в общем-то, серьёзная. Давайте смотреть, что нам покажет расклад. С чем это может быть связано. Ну, начнём с приятного, конечно, с конфеточек. Так, Паш. Паш Жезлов. Ну, конфетка, друзья мои, прекрасная новость. Приглашение на работу. Кто вот ищет работу или кто хочет её поменять. Вот. Вполне возможно, какие-то сюрпризы, подарки от ваших детей, внуков. Кого-то осенит идея. Причём такая, что захочется сразу же побежать, решать, что-то делать, реализовывать и так далее и тому подобное. Прекрасная, прекрасная конфетка. Так, ну, знаете, ещё может быть прилив энергии. Вот, ни с того, ни с сего, как говорится, раз и накрыла. Такое, кстати, бывает. Если это случится у вас, действительно, такая конфетка, используйте этот прилив по максимуму. Да. Не гадайте, что это, с чем это, почему это. А вот, что первое вам придёт в голову, сразу начинайте действовать. Так, а что с занозой в башне? Интересная заноза. Ну, знаете, у кого-то, возможно, не получится реализовать свои планы. У кого-то, возможно, вот, знаете, даже может что-то по быту. Кружку уроните, чашечку уроните, сломается. Да, какая-то поломка. Вполне такое бывает у нас в жизни. Как говорится, выскользнуло из рук и не успели поймать. Ну, это на бытовом уровне. Что ещё? Ну, по планам я уже сказала. Может быть, друзья мои, что-то с отношениями пойдёт не так. Может быть, со свиданиями. Вот вы собирались на встречу или на свидание, неважно, какой-то разговор. Вот. Но он, увы, не состоялся. Уж по неизвестным причинам или по известным. Тут, как говорится, не факт. Но главное, что сорвалось. Сорвалось. Ладно. Теперь давайте посмотрим, что у нас с событиями. В основных сферах вашей жизни. Начнём с деловой. Работа, бизнес, дела домашние, дела хозяйские. Хоппи, развлечения. Главное, что вот именно они деловые. Карта повешенная выпала. Ну, вот тут уже можно провести какие-то параллели, скажем, да. Или намёки получить, что да, вполне возможно, что ощущения у вас вот такие по десятке жезлов вполне могут возникнуть в деловой сфере. Ну, и кроме того, конечно, тут ещё у нас и заноза тоже намёк даёт. Поэтому да, да, в деловой сфере, возможно, дела могут пойти не так, как вам бы хотелось. Что-то остановится, притормозится, зависнет решение вопроса, зависнет получение ответа, разрешение, сорвётся переезд, сорвётся, допустим, планы какие-то по передвижению в карьере. Или, допустим, вам пообещали одно место, но что-то там потом перезвонили, сказали, ой, вы знаете, давайте чуть попозже. Вот. Ну, не всё так, как говорится, грустно и не всё так печально. В принципе, всё, что не делается, всё делается к лучшему. Не забываем об этом. Вполне возможно, что это ваша инициатива. Вы притормозите, да, перекроете, так сказать, канал какого-то процесса. Ну, мало ли что, у вас планы поменялись, и всё. Сказали, стоп, подождите. Я посмотрю, как говорится, со всех сторон. Кстати, не исключено, что на какую-то важную-важную задачу или проблему у кого что, вы взглянете совсем с другого ракурса. И можете увидеть картинку совершенно иную, чем вам представлялась раньше. Так что, вот, как видите, идут у нас и плюсы. Тут у кого что, опять же, повторюсь. Что ещё? Ну, и как ещё один положительный момент, говорящий по этой карте, это, друзья мои, озарение. Да, какая-то идея вам придётся. Очень важная идея. Может, знаете, как типа Эврика своего рода, да? Вот, поэтому... Тут, конечно, уже идёт своего рода творческая составляющая. И, может быть, даже, знаете, намёк, что не торопитесь, не торопитесь, подумайте, осмотритесь, переберите все варианты, покреативьте. И вполне возможно, что у вас всё может сложиться всё иначе. Так что, смотрите, смотрите. Хорошо, идём дальше. Ваши финансы. Влюблённые. Ну, в принципе, мои хорошие, тут идёт намёк на то, что любая финансовая ситуация для вас будет не критична, хотя, может быть, создавать какие-то проблемы, не проблемы, но у вас всегда будет поддержка. Понимаете? Поддержка от близкого вашего окружения, от партнёров и так далее. Также, друзья мои, намёк на то, что от кого-то вы денюжки получите. Или совместно с кем-то заработаете эти денюжки. Конечно, есть и вторая сторона событий от этой карты. Это выбор. Да. Не исключено, что придётся сделать некий выбор. Ну, может быть, это связано с расходами. Покупать это или это. Вкладывать в то или в это. Может быть, и с доходами. Да. Вполне возможно. Соглашаться на эту зарплату. Или, так сказать, заниматься бизнесом. То есть, идёт, будет, может идти, точнее, некий расчёт, что выгоднее. И, так сказать, варианты выгоды. Такое тоже может быть. Ну, может быть, знаете, помогать, не помогать. Просить помощи или не просить помощи. Ну, я имею в виду финансово, конечно. Брать кредит или не брать. Вступать в ипотеку или не вступать. Вот такие выборы. Денежные выборы, конечно же. Так. Отношения. Что у нас с отношениями? Любовные, деловые, тут родственные. Тут кому что важнее. На то и акцентируйтесь. Карта Император. Ну, серьёзная карта, конечно. Вполне возможно, что события, которые будут у вас возникать в этой сфере, они не совсем могут зависеть от вашего желания, от ваших намерений. Да, может быть, внешнее такое-то воздействие на ваши отношения. Вполне возможно, что своего рода даже, знаете, такое властное. Ну, про тиранов мы тут не будем говорить. Скорее всего, знаете, будете ощущать некое давление. Ну, это давление может быть приятным в том плане, что кто-то очень будет хотеть приблизить вас к себе, в чём-то помочь, посодействовать и так далее. Это может быть, конечно, и ваша половинка, это может быть ваш партнёр. Ну, конечно же, конечно же, карта некой власти, связанная с госструктурами, поэтому вполне возможно, что отношения связаны с каким-то чиновником или с человеком, облачённым властью некой. То есть вот именно в марте вам придётся с этим столкнуться. Но это не критично, это решаемо. Да, придётся, может, напрячься, не зря у вас вот такие, возможно, ощущения. Не всё может получаться так, как вам хочется. Придётся делать своего рода перезагрузку. Ну, в принципе, у нас тут повешены, вот она возможность. Остановитесь, подумайтесь, осмотритесь и так далее. Так, совет, совет, совет на пассажок. Домочаж. Ну, о чём речь? Здесь больше, знаете, может, кому-то вам надо помочь или попросить помощи. Может, с кем-то просто поговорить по душам. Может быть, в каких-то вопросах стать мягче, добрее. Ну, знаете, ещё вот почему-то идёт ощущение, что контролировать свои эмоции. Да. Какая бы ситуация была ненапряжённая, контролируйте себя. Контролируйте и ещё раз контролируйте. И тогда у вас всё получится. Да, мои хорошие, всё получится. Ну, а на этом я закругляюсь. Спасибо вам большое за внимание. Конечно же, желаю вам здоровья, удачи, денюжек побольше. И вообще, пусть у вас всё сложится, пусть у вас всё получится. До новых встреч, мои хорошие. До новых встреч. До новых встреч.